Привет! Это опять Лига Смеха! Сегодня мы завершаем полуфинальный марафон. К этому моменту радость команд минимальна, потери существенны. Место в финале уже обеспечила себе команда прозрачный гонщик из Одессы и их тренер Игорь Ласточкин, с чем мы их и поздравляем. А вот количество команд, которым уже не повезло в полуфинале, увеличилось до четырех. Тренеры также болезненно перенесли потери своих команд. Впрочем, некоторые из них пережили этот момент еще в начале сезона. Я горжусь девочками, горжусь Виталиком. Они достойно играли, достойно сопротивлялись. Выйти в батл к марку – это броситься под поезд. Слезы были два раза на этой игре. Первый раз, когда ушли мои пацаны, отдыхаем вместе. А второй раз на музыкальном конкурсе прозрачного гонщика. Ну, справедливость и на Лига Смеха – это такая вещь очень субъективная, поэтому вы сами все видите игры, как что происходит. Поэтому иногда тренеры до игры мирно беседуют, а после игры быстро собирают вещи, уезжают и не разговаривают друг с другом. Но на то она и игра. Тема четвертой игры аналогична теме третьей – Лига звезд. Звезд на этом этапе действительно стало больше, благодаря конкурсу с участием друзей, наших тренеров. За что им, конечно, отдельное спасибо. Семейный статут. Так, бюджет семьи на неделю составляет 600 гривен. Это прямо как бюджет моего первого фильма. Дима, вы что, даже в кино снимаетесь? О, мальчик мой, когда я снималась в кино, ты ползал под столом и пускал слюни. Вчора? Слушайте, Дима, а это правда, что вас позвали в волос дети? Да, правда. Ой, хоть бы на вас все повернулись! Господин Потапенко, учитывая, что следующий вопрос адресован вам, мы не будем тратить время ни на вопрос, ни на ответ. И счет становится 3-0 в пользу телезрителей. Уважаемые знатоки, а я напоминаю, что главное не победа, главное, чтобы чайный пакетик не падал в кружку вместе с язычком. Кто из звезд будет помогать нашим командам сегодня, увидим прямо сейчас. Добро пожаловать на Лигу Смеха! Лигу Смеха